Новому времени, новый подход. Всем привет! Новая распаковка, Новый год, все по-новому. Это ключевое слово новое, которое мы сегодня будем обсуждать. Итак, что нового в планах всеукраинской рекламной коалиции в году, который 2020, и вообще, который открывает новое десятилетие 21 века. Нового много, самое главное, принципиальное. Хватит говорить про компании только, входящие в Украинскую рекламную коалицию. Давайте говорить о людях, которые работают в этом компании. Поэтому новому времени, новый подход достаточно. 20 лет с лишним ВРК занималась исключительно компаниями. Сейчас мы будем заниматься людьми, которые работают в этих компаниях. И в связи с этим, наша новая, мы провозглашаем нашу новую идеологию. Идеология на базовых абсолютно принципах идеологических равенства. Равенство. Равенство всех перед будущим. Каждые 5-7 лет мир меняется до неузнаваемости. Вернее, как узнаваемость, но достаточно кардинально. И в связи с этим, весь опыт, который у тебя есть за пределами этих изменений, за пределами этих 5-7 лет, ну, он носит такой несколько относительный характер с точки зрения практической целесообразности и перед неизвестностью будущее так точно. Перед будущим все равны. Я, кстати, выписал для себя несколько тезисов и буду периодически подсматривать, чтобы быть таким кратким, быстрым. Очень не хочется быть мудозвоном вечерним или утренним. Это уж когда вы будете смотреть. Поэтому буду подсматривать без мудозвонства. Кстати, будущего не только для всеукраинской рекламной коллекции, а вообще для любого будущего все не просто равны, но и важны. И в связи с этим мы ожидаем, что в следующем десятилетии, начиная с этого года, мы будем говорить о синергии опыта более возрастных и восприимчивости, более молодых восприимчивости к новым технологиям, к новым реалиям современного мира. В связи с этим выскажу такое, может быть, несколько категоричное утверждение. Нет смысла говорить о поколениях. Для меня больше нет поколений. Есть люди креативные и некреативные. Есть компетентные и некомпетентные. Есть такие энергичные, заряженные на успех. Есть вяленькие, ленивые, инертные. Вот об этом и они есть, эти люди, креативные и некреативные, в любом поколении. Есть успешные и неуспешные люди и среди молодых, и среди относительно молодых, которым принадлежу и я. Ukrainian Creative Awards, платформа, которая объединила самые наши известные креативные рекламные фестивали, уже в прошлом году объявила, что она обновляет свой организационный комитет и привлекла к обновлению своего детища сразу несколько команд молодых специалистов, обладающих новым взглядом на мероприятия и фестивали. Мы не будем раскрывать, я просто не знаю, честно говоря, все подробные, мы ожидаем их от наших новых лиц, новых имен, и, собственно, все новинки мы узнаем уже, я думаю, в достаточно близком времени. Единственное, что я понимаю, что в новых реалиях Ukrainian Creative Awards или Stories, как предложили его сделать наши молодые коллеги, будет больше горизонтальный, нежели вертикальный. Устали люди от говорящих голов, вещающих с высоты своих сидин и опыта. Больше дискуссионных клубов, больше неожиданных разных форматов, где все равны, читайте выше, смотрите выше, все равны перед будущим. Новый большой долгоиграющий проект всеукраинской рекламной коалиции, карта рекламно-коммуникационного рынка, маркетинг, адвердайзинг, дизайн, мэп, мэдмэп, комоа. Мы рассчитываем, что весь рекламный рынок, все наши маркетинговые коммуникации найдут отражение в этой карте через кейсы. Хватит уже представлять карты рынка через наименование агентств, которые занимаются самозаявлением, через, не знаю, там, принадлежности к сети, через еще какие-то принадлежности к кланам, масонам, там, не знаю кому, к клубу филателлистов. Мы говорим о том, что основную ценность для клиентов, а именно они, целевая аудитория для этой карты, представляют выполненные кейсы, которые у нас будут разложены по полочкам, стратегия креатив-реализация, будут пополняться, будут иметь, безусловно, срочный характер, потому что никому не нужны ваши былые заслуги и былые победы. Мир же меняется, опять же, смотри, читай выше. Мы рассчитываем, что эта карта будет чрезвычайно полезна для всех игроков рынка и вообще для всех заинтересованных лиц. Новинки для нашего наиболее резонансного, успешного, так показывает, во всяком случае, моя касса 2019 проекта EFI Awards Ukraine. Мы уже анонсировали в прошлом году, что EFI 2020 будет новый конкурс Positive Changes. Это та программа, которая успешно проводится EFI по всему миру совместно с Организацией Объединенных Наций, по позитивным изменениям, которые несут коммерческие компании и бренды, в том числе для окружающей среды, для гендерного равенства, для массы других общественно значимых каких-то там проектов. И есть новое от наших глобальных партнеров. Это Best of the Best. Мы сейчас не будем рассказывать все подробности про EFI. Дождитесь, да, еще время есть. Но знайте, что на EFI 2020 тоже будут новинки. В планах комитетов Верховной Рады Украины новая редакция закона Украины о рекламе. Что будет новое? Что мы сами предложим? Украинская рекламная коалиция в моем молодом лице вошла в состав подготовительной группы комитета. Будем готовить новую редакцию закона о рекламе. Предлагайте ваши изменения в том числе. На этом первая распаковка 2020 считается закрытой. Мы рассказали про те новинки идеологические. Напомню, равенство перед будущим. Про новинки, которые нас ждут на Ukrainian Creative Stories. Про карту рекламного рынка MadMap. Про новинки на EFI 2020. Ну и про то, что новая редакция, новый закон о рекламе скорее всего будет принят в этом году. Собственно, на этом пока все. Переключайте этот канал на что-нибудь более хорошее, мудозвонское. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова